Приказываю выступить на французской границе. На границе все спокойно, пока службу несут эти ребята. Ведь в пограничную группу отбираются только лучшие. Посмотрим оружие. Есть. Оружие ложись. Это граница. Допорная рама. Осмотрим. Контрольный спуск. Все как обычно. По приказу заступили в пограничный наряд дозора с осмотром контрольно-следовой полосы. Сегодня граница под серьезной охраной ребят срочной службы. Рядовых Евгения Глушкова и Михаила Ладучко. Был на отработке, мне позвонили в соенкомат. Не хотите ли вы пойти служить в армию? Я согласился. Поехал на следующий день в военкомат. И мне за мое такое рвение сказали, ну можешь выбирать пограничные войска, куда хочешь. Ну вот я сразу же согласился идти в погранвойска. Евгению Глушкову из Гомеля осталось служить полгода. Женя признается, даже и не представлял, как охраняется государственная граница. Полгода этому учился, а теперь вот его самого ставят старшим пограничного наряда. А значит, сейчас он несет полную ответственность за веренный ему участок рубежа. Есть обязательный сон, вот, и есть обязательная служба, которую должен провести за сутки. И получается так то, что сон может быть весь день, либо день и ночь, либо он прерывистый, потому что граница охраняется круглые сутки. И нам приходится, ну так, привыкать вот именно к разбитому сну. Вот это, наверное, самое интересное. А в остальном все, как бы, привыкание наступает. За год к романтике на службе привык и Михаил Ладутько. На границу в Гродно призывался из Минска. Говорит, в какие войска пойти, сам не выбирал. Теперь гордится тем, что попал сюда. Ведь ему уже дважды за службу удалось остановить злоумышленников. Ну, естественно, доволен, потому что в случае чего стопроцентное задержание происходит. Ну и как бы застава, на которой проходит моя служба, является, считается, самая лучшая застава в Гродно-Минске группы. Трех лиц задержали. Они из Бангладеша. Михаилу и Евгению повезло. Но они не просто охраняют границу, а несут службу в самой лучшей заставе пограничной группы – в Подлипках. Эта застава является заставой БРСМ, которая принадлежит, кажется, организации молодежной. Застава оснащена современными комплексами, кондиционными комплексами, с техническими средствами. Все это в первую очередь поступают новейшие образцы вооружения, скажем так, которые используются непосредственно в охране государственной границы. Особенность является так, что застава находится возле пункта пропуска, и, соответственно, большая вероятность нарушения государственной границы имеется вблизи пункта пропуска, в обход его и с другими намерениями. С одной стороны, служба на заставе проходит, как и везде. Ребята обучаются, ходят в наряды, иногда могут и расслабиться. Только с тем лишь условием – под надежной охраной граница постоянно. Поэтому на службу в пограничную группу отбираются самые лучшие, а значит, охрана нашей границы в надежных руках. Редактор субтитров А.Семкин